Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем праздновать праздник Пасхи Христовой. Удивительный, светлый праздник, который длится, как мы с вами уже говорили ранее, длится не один день, не два дня, а длится практически до самого Вознесения Господня. Вообще праздник этот удивителен тем, что он очень жизнеутверждающий. Это самый главный христианский праздник. Как церковь поет, это праздников праздник, и торжество есть торжеств. И вообще, по большому счету, если мы с вами откроем церковный календарь, то мы с вами увидим, что каждый день церковного календаря отмечен каким-то особым событием. Или из жизни святого, или из жизни нашего Господа, или из какого-то очень важного церковного события. Во всяком случае, весь церковный календарь преисполнен различными праздниками. Вообще, хотелось бы, наверное, остановиться на этом понятии, понятии празднования и понятия вообще христианской радости. На самом деле, христианская радость – это одна из самых величайших добродетелей. Ведь сегодня очень многие люди смотрят на христианство как на религию, как на веру, какую-то вот такую унылую. И это, на самом деле, ошибка. И, к сожалению, даже многие верующие люди сами смотрят на свою собственную веру, как тоже на что-то такое печальное и скорбное. Хотя Господь нам не заповедал скорби, Господь нам заповедал радость. Евангелия очень много, и очень часто употребляется это удивительное слово «радость». К тому же, самая главная книга христиан, которую мы только что назвали, «Евангелие», переводится на русский язык как «Радостная весть», «Благая весть». То есть сама книга, уже в названии этой книги, говорит о самом главном ее содержании. Это книга о радости. Книга о том, что в этот мир пришел Иисус Христос, и более того, что Он этот мир спас. Поэтому эта книга возвещает о самой важной радости и о самой главной новости, которая была сообщена в начале Матери Божьей, а потом была сообщена и другим верующим людям. Если вы вспомните один из самых важных христианских праздников, праздник Благовещения, опять же, Он несет в себе в своем корне, в своем слове, в своем понятии, как раз-таки понятие «радости», «благая весть», «радостная весть». Есть службы, такие, которые называются, допустим, как «Акафист». В этих службах очень часто употребляется, опять же, слово «радуйся», когда мы обращаемся к какому-то святому. То есть слово «радость», еще раз говорю, его очень много, этого слова в церковном лексиконе, много где это слово употребляется. Вы знаете, сегодня мы с вами можем сопереживать нашим близким, мы считаем, что сопереживать кому-то, сострадать кому-то, это хорошее дело, это добродетель. Мы видим, что человек скорбит, мы подойдем, мы путешим этого человека, мы поможем ему чем-то, но вот это вот сострадание. Но, к сожалению, мы не обладаем такой удивительной добродетелью, как умение сорадоваться нашим близким. Вот когда мы почему-то видим, что человек радуется, мы часто проходим мимо, ну, радуется и радуется. Где-то нам даже бывает и зависть на этому человеку, а вот искренне порадоваться вместе с ним мы, к сожалению, не умеем. И вот, наверное, этому надо учиться, учиться вместе с другими, радоваться. Видим, что человек счастлив, разделите с ним эту радость, порадуйтесь вместе с ним. Вот этому, наверное, надо учиться, учиться и учиться. Как говорил удивительный богослов 20-го столетия, прутоприсвитер Александр Шмеман, он говорил, что, наверное, самое жуткое обвинение, которое когда-либо было воздвигнуто на христиан, сказал Ницше. Он сказал, что христианство — это самая безрадостная религия. Вот отец Александр в своих книгах, в своих дневниках, в своих трудах, он возражал этому слову Ницше. Он говорил, что нет, христианство — это вера радости. И, наверное, если христиане не умеют радоваться, наверное, это не совсем верные христиане. И говорил, что, наверное, самый страшный грех, за который Бог спросит человека, это грех, когда человек не умел радоваться. Я бы хотел вам зачитать небольшую цитату, записанную прутоприсвитером Александром Шмеманом. По-моему, все Бог простит, кроме безрадостности, которая состоит в забвении того, что Бог сотворил мир и спас его. Вот для нас, христиан, наверное, это самая важная весть. Помнить о том, что Бог этот мир сотворил, сотворил эту жизнь, и более того, этот мир Он спас. И с этой радостью мы должны делиться со своими близкими, со своими родными и с теми людьми, с кем мы сталкиваемся в своей повседневной жизни. Как он говорил дальше, где нет радости, христианство становится страхом и мучением. Так вот, чтобы не превратить нашу веру в что-то такое унылое, нужно, опять же, вспоминать об этой удивительной радости. И отец Александр нам упоминал о том, что самая главная служба, которая называется литургия, самая важная служба православных христиан, начинается со слов, которые произносит священник, облачаясь в богослужебные одежды. Он читает слово «Зрадуется, душа моя, Господи». И заканчивается литургия, опять же, словами священника «Исполни радости и веселья». И дальше, как отец Александр говорил, что литургия — это и есть таинство радости. Так вот, хотелось бы вам пожелать этой пасхальной радости не просто даже на этот год, а вообще на всю вашу жизнь, чтобы эти удивительные слова «Христос воскресе», «Воистину воскресе» вошли плотно в вашу жизнь, в ваше сердце и всю жизнь вас наполняли. Редактор субтитров А.Семкин